Я всех приветствую, братья и сестры. Сегодня утрешнее наше богослужение. Радуется сердце то, что мы видим прекрасную погоду друг друга. Как хотелось, чтобы обстоятельства, в которых мы находимся сегодня, атмосфера, которая наполняет нас, я думаю, что она наполняет каждое сердце по-разному, потому что мы люди и воспринимаем ситуацию, в которой мы оказались, и весь мир оказался по-разному. Мы по-разному воспринимаем. Но одно объединяет нас – это Господь. Это любовь Бога в Иисусе Христе, то, что и влечет нас сегодня для того, чтобы нам иметь эту радость. Еще в самом начале вот этого карантина, этой пендемии, одного из пасторов Большой Церкви спросили, что вы думаете, что произойдет или что случится с церковью, когда все это закончится? Он подумал и сказал, я думаю, что мы некоторых не увидим в церкви. Что кто-то из людей поймет, что можно находиться и вне церкви, и жить, и продолжать. Поэтому он сказал, что возможно, кого-то мы недосчитаемся. Так оно будет или нет, когда откроются все церкви, мы не знаем. Но хотелось, чтобы в нашей церкви, всех, кого мы знаем, чтобы не смотрели на то обстоятельство, на ту ситуацию, в которой мы находимся, но приходили и славили Господа Иисуса Христа, и за любовь Бога прославляли Его. Мое желание сегодня – остановить наше внимание перед молитвой. Это Римлянам, 8 глава. Римлянам, 8 глава. Посмотрим, что говорит Павел. Римлянам, 9 глава. Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесну и Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота или гонение или голод или нагота или опасность или меч? Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией в Иисусе Христе Господе нашим. Если вы были внимательны, апостол Павел пишет о ситуации, в которой может попасть человек. Попадает человек. И во все века были эти ситуации, были эти трудности, когда человек переживал обстоятельства, которые волновали его и душу его. И апостол Павел сам был в таких обстоятельствах. Когда мы читаем послание Коринфянам, он пишет и хвалится о том, через что он проходил, какие ситуации были в жизни его, то он много перечисляет то, в каких ситуациях мы никогда не были. Но на сегодня мы читаем здесь, апостол Павел говорит к римской церкви, он говорит, кто отлучит нас от любви Божией. Кто отлучит нас от любви Божией. Это самое прекрасное чувство, которое согревает человека, который приходит в этот мир. Любовь, она не имеет границ. Любовь, она практически во всех народах, во всех нациях, независимо от цвета кожи, от его диалекта, от его речи, независимо, она везде одинаково. Любовь, она все объемлет, она покрывает все. Она вечно, она вечно как Бог. Почему? Потому что Бог вечен. И написано, что Бог есть любовь. Но мы живем на земле, и мы люди, и мы понимаем, что есть и человеческая любовь. И она очень и очень отличается от любви Божьей. Человеческая любовь. Потому что она кратковременна. И хуже того, она еще и эгоистична. Она может быть к человеку, может быть к предмету, к искусству. Человек очень любит работать, и он влюблен в работу, и он всю жизнь свою проводит только в работе. Любовь к работе, к себе, это, думаю, что самое то, что и есть, вызывает человека быть эгоистом, когда он к себе только относит любовь и любит только себя. И когда мы читаем книгу из фильм, мы находим там такого человека, который был приближенный к царю Артарксеркса, который поставил его престол или его место рядом с собой и возвысил его среди всех князей. И человек себе не смог вложить цены. Когда он приближался к царю, приближался к дворцу, к воротам, то все должны были падать вниз перед ним. Ну, знаете, был там и человек другой, Мардахей, который не делал этого. И знаете, это, как это, вот это самолюбие, любовь к себе, как это так, человек не поклонился мне, не упал передо мной, все падают. То есть вот это состояние, это временной, эгоистичной, кратковременной любви нашей человеческой. Но утром мы встаем, мы идем, умываемся, мы приводим себя в порядок, братья и сестры, правда, да? Мы смотрим на себя в зеркало, убираем что-то не то, то, что нам мешает, то, что нам не нравится, приводим себя в порядок, и это нормально, это нормальное состояние, когда мы смотрим и делаем это. Потому что даже апостол Павел к Ефесской церкви в 5 главе 29 стих, он говорит эти слова, «Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее». И это нормально. Но мы знаем и то, что есть у этой любви, даже нашей кратковременной любви человеческой, есть враг. Этот враг – это ненависть. И ненависть, она сжигает все то, что строит любовь. То, что любовь строит, ненависть сжигает. Она может заставить грубо ответить. Она может возвести клевету, сплетни на ровном месте. Ни на чем. Это ненависть. Она может поссорить и даже убить самых близких людей друг с другом. Как Каин и Авель. Что нужно было для них? Но один восстал. Потому что вот эта кратковременная любовь, она исчезает тогда, когда приходит ненависть. Ненависть, она движет войнами, она движет враждой и заставляет людей идти к вражде. И сегодня мы видим, как человек эгоистичен к себе. Мы видим, как люди боятся, чтобы вдруг не попасть в какую-то ситуацию, и кто-то бы ему не помешал. И человек очень и очень влеком вот таким движением. Мы знаем, что у ненависти есть источник. И этот источник, сам Христос сказал, когда приступали к нему фарисеи, книжники с различными вопросами. И он говорил им, вот в Евангелии мы читаем, 8 глава, 44 стих, Христос говорит такие слова, что ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Да, братья и сестры, это касается ненависти, источника его. Уже в первых дней, как я и говорил, что с первых дней, с самого начала, мы находим, что в Едемском саду, казалось бы, где еще была благодать, и мир наполнял эти сердца, но там уже человек восстал над человека. Действительно, ненависть, она видна всюду. Она создает эту вражду между людьми, и источник этот мы видим, что это только дьявол. И плод ненависти – это зло от юности человека во все дни его, если не присутствует там Бог. Оно проникает в сердца человеческие, братья и сестры. Оно рушит семьи. Оно угнетает внутреннее состояние человека. Разрушает дружбу между людьми. Создает беспорядок среди народов. И это все делает ненависть тогда, когда нет любви. Когда нет любви между двумя, когда нет любви между семьями, Когда нет любви между народами, сеется вражда. И нам хороший пример апостол Павел показывает, какая должна быть любовь. Это в первом послании к Оренфинам, 13 глава, с 1 по 8 стих. Мы читаем, качество любви, которая должна сопровождать каждого человека. Потому что когда видит человек непочтение к себе, то человеческая любовь, она уходит. И человек остается сам с собой, наедине со свраждой, со своим угнетенным состоянием, Потому что там нет любви. Потому что эта любовь кратковременная, она уходит. И поэтому, как хотелось, чтобы нас наполняла Божья любовь. Потому что Божья любовь, это как музыка жизни, это как музыка, которая сопровождает нас все наши дни, Наполняет сердца наши для того, чтобы нас уберечь от того, что можно постигнуть, От тех неприятностей, от тех жизненных обстоятельств, в которые попадаем мы. И вот эта любовь Божья, она только движет нас к Богу, изближает нас. Только любовь зовет нас идти вперед, может порой пойти на Голгофу, Для того, чтобы снова вспомнить ту любовь, которая была проявлена за нас. Иоанн в первом своем послании, в 4 главе, 8 стих, он пишет такие слова. Кто не любит, тот не познал Бога. Кто не любит, тот не познал Бога. Потому что Бог есть любовь. Я думаю, что мы видим любовь Божью с утра и до вечера. Она, как можно сказать, в окружающей нашей среде. Когда мы смотрим на это голубое небо, мы понимаем, что там где-то есть престол Божий. Эта любовь открывает нам глаза для того, чтобы увидеть эту любовь Божью. Когда мы взираем в ночное небо, на эти звезды, мы понимаем, что это любовь Божья к человеку. Она в окружающей природе. Она абсолютно во всем видна, эта любовь Божья, братья и сестры. Поэтому мы никуда не укроемся. И Господь говорит через Слово Свое, что для тех, которые не видят ее, они будут осуждены, потому что они не видели его в окружающей природе. Во всем этом мы видим любовь Божью. Любовь Божья заставляет нас не грешить, удаляться от греха. Она превращает обстоятельства, в которые мы попадаем, или можно сказать, что убогую хижину она делает дворцом. Это любовь Божья. Она заставляет все отдать. Вспомните ту бедную женщину или ту вдову, о которой Христос упоминал там у сокровищницы, у храма. Он сказал, что эта женщина от любви своей, которую она имела к Богу, она положила больше всех. Она положила все, что имела. Для кого-то это была только часть того, что они жертвовали. Но для нее, потому что она любила, она положила в сокровищницу все. Все дневное пропитание. Или все, что у нее было на этот день. Или вообще все, что у нее было, она положила и отдала. Или посмотрите на ту женщину, которая пришла, когда он находился в доме на вечере у Симона Прокаженного. Да там у Иуды волосы дымом встали, когда та женщина преломила сосуд с елеем, с драгоценным, и вылила на голову Иисуса Христа, помазала его. И Христос сказал о ней, о ее любви к Богу, о любви к тому, что она сделала, что во все века, когда будет проповедоваться, где бы ни проповедовалось, имя ее будет упомянуто. О ней будет сказано, о ней будет проповедовано. Почему? А потому что там излилась любовь. Излилась любовь. А ученики не поняли еще в тот момент. Они стали между собой разговаривать. Зачем такая трата? Зачем все это делать? Когда это можно было продать, можно было приобрести и что-то другое. Любовь перерождает людей. Любовь Божия перерождает людей. Когда-то он был гонитель, имя ему было Саввел. Но он теперь стал любящим Бога и ревнителем по Богу, но имя ему Павел. Христос говорит, ты Кифа, но отныне ты будешь Петр, камень. Ты будешь твердый, потому что я тебе даю это имя. Любовь, она перерождает. Знаете, Павел прочувствовал любовь Божию к себе. Только теперь он мог сказать вот эти слова, которые мы читаем в послании к римлянам. Кто отлучит нас от любви Божией? Да я думаю, и каждый, кто пришел ко Христу, тот, кто знает сыну крови, тот, кто знает Голгофу, кто был на Голгофе, тот скажет, что никто и ничто не отлучит нас от любви Божией. Я думаю, что это девиз тех, кто прочувствовал Голгофу. Это девиз тех, кто нес и несет сегодня крест. Это девиз тех, кто сеял и сеет семена Евангелия. Кто отлучит нас от любви Божией? Какие обстоятельства, какие условия, в которые мы попадаем, могут ли они отлучить человека, верующего, любящего Господа от любви Божией? Да, конечно, нет. Потому что любовь Божия, она огромна. Она пришла к пастухам на поля Вифлеема. Любовь Божия, она взошла на крест за нас. Она опустилась в этот мрачный мрак могилы. И в утро воскресенья она воссияла светом. Это любовь Божья. Это она теперь ходатайствует, как апостол Павел говорит, за нас перед Богом. Знаете, мы о многом часто просим. Есть такой стих или песня, которую мы поем, и слова там такие. Мы у Бога о многом просим. А просить об одном лишь нужно, о любви, что все переносит, что чужому успеху рада. Когда любишь, легко прощаешь. Когда любишь, не мыслишь злого, на обиды не отвечаешь резким взглядом и едким словом. В милосердии границ не знаешь, сердце к жертве всегда готово. Недостатков не замечаешь, не сквернишь никого клеветою. Если любишь себя, не помнишь, всем желая добра и счастья. Жизнь Христос, мысли в нем одном лишь, а в душе теплота участия. Если любишь совсем неважно, что не все тебя понимают. Та любовь, что зажглась однажды, негасимым светом сияет. И когда ты ее проявления в своей жизни не замечаешь, значит, ты любви не имеешь, а о ней понаслышке знаешь. Да, напрасно просить о многом. Нам, по сути, одно лишь нужно. Я любви прошу лишь у Бога, о других забывая в нуждах. Аминь.